Назарбаев Здравствуйте, меня зовут Сакена Имурзаев, вы смотрите телеканал Freedom и наш проект «Люди доброй воли». Гости этой программы, где и как могут поддерживают Украину в ее героической борьбе против российской агрессии. И сегодня я хочу представить вам нашего гостя, это казахстанский правозащитник, историк, исследователь Галым Агелиуов. Галым Агелиуов, казахстанский правозащитник, блогер, родился в 1966 году, окончил исторический факультет Казахского пединститута и аспирантуру Института истории, археологии и этнологии Академии наук Казахстана. Преподавал историю и право, руководил молодежными проектами, возглавлял общественный фонд «Либерти», который боролся за свободу слова и собраний, и за гражданские и политические свободы. Добивался судов над виновными в жанаузенском расстреле, оппонирует властям Казахстана за авторитаризм и коррупцию, поддерживает Украину в войне, развязанной Россией. Здравствуйте, Галым, спасибо, что нашли время выйти с нами на связь, очень рад нашей встрече в онлайне такой, да. Взаимно. Первый вопрос, который хотел задать, будет касаться манипуляций, которые Россия много лет позволяет себе. В отношении Украины, это, как вы знаете, всегда был тезис, что Украина и Россия – это одна страна, один народ. Эта манипуляция привела россиян к абсолютной неадекватности восприятия Украины и в итоге к войне. В отношении Казахстана, о котором мы сегодня и будем с вами говорить, был другой миф российский, что у казахов никогда не было своей государственности. Что этот народ кочевой, где-то там по степям, и что государственность, цивилизацию, язык, промышленность – все принесла Россия. Давайте опровергнем для начала этот тезис. Как казахи строили свою государственность, как казахи формировались как политическая нация. Вот об этом давайте и начнем. Ну, вообще, казахское ханство было образовано в 1460-х годах, и в 1471 году уже было просглашено образование казахского ханства. Это Дженебека Кирей, и вот это казахское ханство, оно уже в своей основе образовалось в период распада Золотой Орды, и оно носило название именно казахское ханство. И с этого времени мы ведем отчет казахской государственности, то есть это XV век. Если брать более раннюю историю, то вся эта монолитная кочевая степь, она не именно была культурно освоена, потому что был кочевой цикл. Это каждый род имел определенные места кочевания, это были строгие территории, и плитовки, вот джеля, зимовки, кстал. Вот кстал, например, всегда там была городская культура, образовывались города на основе вот этих кстал постоянных стоянок. И вся эта территория культурная была освоена, потому что кочевые рода всего три жуза, младшие, средние и старшие, и они вели кочевание на огромном пространстве, вплоть до 2000 километров, это даже 2500 километров, от Алтая до Туркестана, до Сырдарьи-Амударьи, до этих регионов. И именно весь период кочевания был строго фиксирован, и каждый род имел свои места кочевания и родовые святилища. И в основу казахского ханства лег термин «казак», это значит «свободный», «вольный», тот, кто не зависел от центральной власти, тот, кто ушел как раз во время образования Золотой Орды и государства Булха и Верхана, они откочевали и создали свое государство в Семеречии. И вот это государство затем вышло и завоевало значительную часть территории Казахстана и создало казахское ханство. Вы сейчас сказали значение слова «казах», да? А вот есть что-то общее в истории этих двух слов «казаки», которые в Украине, и «казахи»? Потому что часто задают вопрос, похожие слова. Это один и тот же термин, потому что казахи всегда называют себя «казак», то есть жестко. Это не «хэ», а это «кэ», жестко, казахское. То есть тюркизмы, они вошли вот в славянскую жизнь, языковой фонд, потому что эти люди, которые свободны, независимы от центральной власти. И вот уже потом, после того, как при Петре I, вот именно казачество стало оформляться как структура государева, государственная служба, уже стало четкое оформление наделения их землей, наделения привилегиями. Но до этого периода вся вот эта степная пояс Евразии, казаки, Запорожская сечь, все, что касается половецкого поля, это весь единый мир казачий, который не подчинялся центральной власти, он находился в степи, и он был самодостаточным. И казахское ханство, когда было, оно как раз и помогло оформиться, вот регламентировать всю эту жизнь и вести степные законы жизни. То есть можно сказать, что Великая Степь когда-то объединяла Украину, нынешнюю территорию Украины и Казахстана, это были прямые связи, без всякой России. Да, потому что вот на европейской части половцы получили название Куманы, Куманы, интересно, кстати, здесь поговорка, Кума, Кума, Соломы убрал. Дело в том, что половцы главным в своей святыне считают в личный путь. И вот Солома, Соломиный путь — это одно из обозначений половцев, половецкого пути. И вот эта святыня, а вот у казахов осталась традиция, как кузжолы, птичий путь. И вот душа после смерти отправляется в мир аруахов, предков. И вот постоянная связь между миром предков аруахов и миром живых осуществляется вот благодаря вот в личном пути и наделение души. Вот у казахов это рух, кут, кут-болсен — это будь счастлив. Вот одна из вид души передаётся через богиню плодородия Умай. Это как раз мировое древо, древо. И каждый род имел представление о том, что есть какое-то родовое древо жизни, в котором находится вот богиня Умай, которая приносит кут. Кут, отсюда кут-болсен — будь счастлив. И каждый кут — это есть душа ребёнка. И душа, и в данном роде рождается человек, и постоянно циркулируется вот этот жизненный цикл умирания, воскресения между миром предков и миром живых, который осуществляется вот на протяжении тысячелетия. И вот мы говорим с вами об этом загадочном, очень интересном мире, тюркском мире, казахском мире. А когда он впервые столкнулся с Россией, с российской политикой, как это происходило, и какие были периоды в этих отношениях? Это всегда была экспансия, завоевание. Мы знаем, что младший жуз, это поясню нашим зрителям, это действительно такая большая часть народа. Народ разделён на три жуза, три племени, если угодно. И вот младший жуз первый вступил в контакты с российским царством. Да, так и есть, потому что всегда приграничные зоны были. Но дело в том, что со стороны России в основном вот эти степные части занимали беглые казаки. Казаки, которые самоорганизовывались в Атаге, в свои отряды. И поэтому терминология вся, которая была у казаков, она тюркская. Вот, например, атаман, институт сотни, кувень, место, где они жили, круг, которым они голосовали. То есть это вольная степная демократия. Когда до сих пор казахские рода часто проводят свои собрания, я имею в виду, вот, например, жанаузений, вот там всё решается кругом. Когда даже нефтяники бастовали в 2011 году, все решения они принимали кругом. И вот эта степная традиция, она вошла в степной мир всех народов, которые жили вот на территории и степной зоны Украины, и степной зоны Казахстана. И все мы вот носим название казаки. И правильно, потому что, вот давайте посмотрим, Запорожская сечь. Это место, куда откачевывают от основного юрта, то есть от основных городов, для того, чтобы, например, молодым детям пройти обряд инициации, посвящение возрослой жизни. Обязательно это включало обучение ратным подвигам, когда запорожские казаки и казахские казаки, они обучались военному искусству, умению скотоводству. И в конце концов потом проходит обряд инициации, и проходит через какую-то битву о пролитии крови. Это вот после этого они обретают статус Ер, мужчина. И вот этот статус уже дает возможность быть равноправным на всех собраниях. И плюс очень важно, что мы отмечаем элементы демократической культуры в этих степных народах, потому что все решает круг, общее собрание. Каждый может говорить все, что считает нужным, в глазах хану, султану, вне зависимости от ранга, должности. Ты можешь критиковать любого, любое должностное лицо, и ты за это не понесешь никакой ответственности. Потому что это собрание равных. Ну а вот если возвращаться к коммуникации Российской империи и ханства, в каком виде оно происходило? Это захватническая политика была, экспансионистская политика России в отношении казахов? Это везде на смежных зонах происходило постепенно. И это была и дружба, это были и конфликты. Но постепенно, постепенно, по мере того, как российское государство укреплялось, оно проводило все больше активную захватническую политику, то вот этот период сменяется уже периодом захвата территории, и вдоль линии, вдоль рек появляются уже военные укрепления. И вот на территории Казахстана реки вдоль них строились уже военные крепости. И вот появляются законы, по которым кочевникам, казахам, уже в XVIII веке запрещается приближаться на 10 верст к вот этим укреплениям, к рекам. И получается, что основной массив лугов, пойманные луга, богатая растительность, она вся постепенно уходит из кочевого годичного цикла. И кочевники все меньше и меньше, их ареал начинает сужаться. И в ответ, конечно, идет борьба за землю, идут периоды военные. И по мере укрепления строительства этих крепостей вдоль река, постепенно ареал кочевания сужается, сужается, сужается. И вот это все, конечно, связано с захватнической политикой, которая проводилась в XVIII веке. Она и наиболее активна, это XVIII век. И поэтому младший Жусу он уже в 1731 год или около этого года принимает уже, как считается, присоединяется к России. Если от этой большой истории, которую мы так в нескольких словах, перенестись к настоящему, почему тогда в Казахстане, в котором есть такие глубокие традиции народной демократии, мы видим большие проблемы с демократией? Ну, по крайней мере, если сравнивать с тем же состоянием свободы в Украине до войны, сейчас, насколько это возможно в военное время. Вот почему эта нестыковка происходит? Это советский период так повлиял на народ, на страну? Совершенно верно. Потому что сразу с гражданской войной, которая была в 1918-1919 год, сразу же начинается период продоразверстки, и когда начинается насильственное изъятие земель, в том числе и в водных источниках. И вот это привело к тому, что кочевники уже пережили первый голод и уже умирает, по некоторым оценкам, до 1 миллиона человек. И вот этот голод, продоразверстка, потом была заменена Женепом в 1921 году. И вот это послабление вернуло, как бы постепенно кочевое хозяйство, немножко восстановило свою численность. Но когда пошла уже коллективизация, и стопроцентное заставили зимой осесть кочевников в снег, и когда люди стали умирать, потому что не было ни условий для выживания, ни скота, потому что скот конфисковывался, и автоматически кочевники считались очень зажиточными, богатыми, потому что каждая семья, для того, чтобы просто кочевать по степи, она должна была иметь не менее 200 голов скота. Это овец. Но кроме того, есть же и кочевники делали еще и лажное скотоводство, то есть выгоняли коров, крупный рогатый скот загоняли их, и вместе со скотом двигались, а это уже и лошади. И это все затем, огромное количество поголовья скота, оно было конфисковано, оно было вырезано, и все было отправлено, как мясо продавалось за границу. И взамен советская власть получала деньги на приобретение станков, поднимала вот этот пролетариат, фабрики, заводы строились на деньги, и как раз все, что можно было в Советском Союзе конфисковать или использовать, или, например, богатство аристократии, которое конфисковывалось, это все пошло на строительство Советской Республики. Ну и тогда логично, давайте перейдем к человеку, который много десятилетий управлял Казахстаном, начал это еще в 80-е годы, насколько я понимаю, Нурсултан Назарбаев на небосклоне политическом появился до развала, до распада Союза. И это огромное правление, он еще жив, во многом последствия этого правления сейчас еще есть в Казахстане. Вот вы можете сказать, что он сделал принципиально важного для истории Казахстана, и чего не сделал, что должен был бы сделать? Вообще Назарбаев позиционировался в 89-м, 91-м году как лидер страны, но по мере того, как в 94-м, 95-х годах уже он пришел к власти, прибрал к своим рукам, он изменяет конституцию страны, он демократическую конституцию, где парламент наравне с президентом, где все законы решаются в стенах парламента, где парламент действительно выборный, и тот период выборов были демократичными. Он ломает эту систему и в 95-м году меняет конституцию на авторитарную, ссылаясь якобы на Пятую Республику Франции, и начинает говорить, штамповать законы от себя лично, подписывая сам. И вот с этого момента начинается расти авторитаризм, появляется постепенно куб личностей, и все это также было связано с коррупционным делом Казахи, который тоже появляется в этот же период. И вот эти нефтяные коррупционные деньги, которые Шеврон и другие компании уже платили правящей элите, вот это уже кормушка, которая сплыла наружу в стенах парламента, были еще независимые парламентарии, которые стали требовать расследования этих дел, и кончилось тем, что этот парламент был распущен, и вот так власть Назарбаева укрепилась, и она стала единолично создавать именно куб личности. Более того, он стал покупать многих западных политиков, таких как Тони Блэр, которым платились огромные деньги, там, я не знаю, 6-8 миллионов или евро, или фунтов стерлингов, но, в общем, оплачивали, и они оправдывали, многие делали ему имидж, и вот же новоземские события, и расстрел, который был в 2011 году, как раз именно Тони Блэр говорил, что это издержки демократии и все такое, и это сближение с лидерами многих европейских стран, которые часто поощрялись и в денежном выражении тоже. Вот это все привело к тому, что Назарбаев почувствовал, что он может управлять и манипулировать европейскими лидерами, американскими, и потому что, естественно, интересы США — это нефть в нашей республике, и поэтому то, как себя чувствуют американские компании, европейские компании, во многом зависело от прихоти этого человека, и поэтому он легко играл и манипулировал, и создал вот эту многовекторную политику, которая приложила руку, и нынешний президент такая. Но я к тому еще хочу отметить, что Назарбаев очень осторожно касался важных исторических моментов, в частности Голодомор, который объединяет, опять же, Украину и Казахстан. Назарбаев никогда не говорил, не поднимал эти вопросы, чтобы не конфликтовать с Россией, потому что путинское руководство, крайне негативно воспринимало все вот эти вещи, потому что, если брать в количественном плане, то Украина потерпела самое большое количество человеческих жертв, по-моему, около 7 миллионов, если я не ошибаюсь, и в каждом области действительно созданы музеи, где есть списки этих погибших людей, эта работа ведется, и есть прекрасный музей в Киеве, и мемориал. Что касается Казахстана, к сожалению, у нас в соотношении погибших количеству народа, который был на 28-32 год, в результате коллективизации погибло больше всего людей, если брать процентом соотношений. Около 40-45% населения, именно казахского населения, оно было, умерло от голода. И вот все эти истории, они игнорировались Назарбаевым, к сожалению, все, что касается конфликтных моментов с Россией, он избегал. И он до последнего держался именно российской политики, и поэтому именно им была предложена вот эта евразийская интеграция, евразийство, которое потом Путин подхватил. И вот этот союз, фактически он привел к тому, что Казахстан в экономическом плане стал все больше и больше напоминать сырьевой придаток, сырьевую страну, которая теряет свои экономические производства, потому что именно в 90-х годах, в 2000-х, в начале 2000-х годов, Казахстан был очень динамичной страной, которая динамично развивалась. Но стоило ему угробить банковский сектор, и через монополизацию банков, фактически вся семья Назарбаева контролирует все банки Казахстана. Затем все международные инвесторы, а он очень любил инвестиции иностранные, не поощряя отечественных производителей, потому что он брал с них коррупционные схемы. Откарты, как это называется? Просто откарты. Вот, и это привело к тому, что экономика фактически, во-первых, была распродана в разных руках, и Назарбаев фактически из Казахстана создал свое акционерное общество, которое он рулил, как хотел. И с 2008 года появляется вот этот проект «Суперхан», который ему предлагает американский лоббист Мирчев. И с этого времени все проблемы не касаются президента. Он принимает настоящие кубичности. Он становится ельбасы, принимает титул ведер нации. И с этого момента уже он не подсуден. Принимаются законы, по которым он и его семья не могут быть привлечены к судебной ответственности, к уголовной ответственности. И с этого момента уже его правление полностью находится в руках окружения, которое его уже распределяло вот эти все доли со стороны компании. А почему же он тогда ушел? Если такой культ, если такой авторитет, если уже сам назвал себя лидером нации, это редкий случай, когда такой автократ уходит сам, а не в процессе революции. Потому что он, построив вот эту коррупционную систему, коррупционную модель, он нашел своего преемника в лице Такаева и посчитал, что именно он сохранит эту модель. И он может спокойно отойти в сторону и дальше жить и управлять через Такаева. Потому что он посчитал, что Такаев человек мягкий, что он человек, который будет его слушать во всем. И вот Кантаровские события, кровавые события 22-го года, января, они показали, что здесь могут быть разные комбинации. И мне кажется, вот именно этот призыв к приходу УДКБ в январских событиях, он был не просто так, что обращение Такаева к УДКБ вооруженным силам, поддержать его. Якобы 20 тысяч террористов оккупировали Казахстан, и что якобы нужно было их уничтожить. И поэтому для Путина было важно продемонстрировать, что есть такая структура военная, которая может торгаться во государство и уничтожать террористов. Вы упомянули Кантар, и как раз вот я к заключительной части нашей беседы хотел бы сосредоточиться на правах человека в Казахстане. Просто эти события нам всем показали, что оказывается и незаконные задержания, и очень странные судебные процессы, и пытки, о которых рассказывают правозащитники, имеют место в Казахстане. То есть эти события раскрыли несколько картину происходящего для мира. Как вы сейчас оцениваете положение дел? Президент Такаев декларирует, что страна идет по демократическому пути, поставили даже памятник жертвам этих событий. Ну, во-первых, нарушения были изначально, что при Мазарбаеве, что при Такаеве. Адвокатов не допускали к последствиям. Людей, которых задержали, более того, их били, были на массовые пытки. Это продолжалось достаточно длительное время, в течение недели. После того, как адвокаты получили доступ, все равно не сразу вот эта система стала более прозрачной. Права человека все равно нарушались. И даже из больниц раненых забирали и избивали, и увозили в ИВС, считая, что это террористы. И делалось очень много вот того, что многие погибшие как раз погибли и в результате огнестрельных ранений, которые стреляли. Армия была введена в Алмату. Это вот Копчегайская группа военная, которая стреляла в свой народ. И люди 6-го числа митинговали на площади. Они были абсолютно мирные. И они требовали политических реформ в стране. И вот на этой волне всеобщий народ поднялся и поддержал. Но организаторами во многом этих событий были как раз спецслужбы, которые инициировали, и им нужно было вот то, что люди подхватили и поддержали. Фактически, я считаю, все равно это были люди Назарбаева, потому что в алматинских событиях движение шло как раз с Алтынарды, то есть базаров, регионов, которые контролировала эта группа. Булата Назарбаева и самого Назарбаева в целом. И участвовали племянники, участвовали родственники, которые в том числе в Комитете национальной безопасности. Вот это все говорит о том, что они, видно, решили, что власть уходит от них. И они решили как бы тут же взять реванш. вот на этой почве, несмотря на то, что такая очень управляем, все равно разыгралась вот эта трагедия. Около 270 человек сейчас установлено количество погибших. Из них значительная часть была запытана. И вот сейчас только последний период, где-то около четырех месяцев, идут процессы над теми, кто пытал. Но опять же, это не все те представители Комитета национальной безопасности или полиции, которые пытали. А это только незначительная их часть привлечена к ответственности за пытки. И то же самое касается тех людей, которые стреляли в людей. Не все они привлечены по статье убийства, а в основном это другие статьи. И более того, президент объявил амнистию. И в основном под амнистию как раз пошли в основном эти военные силовые структуры. И лишь небольшая часть из них была осуждена на реальные сроки по уголовным статьям за убийство людей. Знаете, в заключении Галым, я не так давно разговаривал с одним казахстанским политиком, который поддерживает Такаева президента. И он мне сказал такую мысль, что вот сейчас все волнуются, как в Казахстан в будущем, будет ли привязан к России, будет ли под влиянием России. Но молодежь казахстанская, дети Казахстана, которые сейчас растут, они уже совершенно в другом ментальном поле, они уже оторваны от России, они знают свой язык, почти все, младшее поколение свободно говорит на родном языке, они ориентированы там на тюркский мир, им интересно Турция, им интересен Китай. Вы разделяете этот оптимизм? Ну, я только верю в гражданское общество Казахстана, что если не будет вот репрессивного периода, который отчасти сейчас продолжается, то именно гражданское общество станет локомотивом изменений, потому что гражданское общество это и бизнес-среда, это и предпринимательская среда, которая готова изменить нашу страну в лучшую сторону, потому что при Назарбаеве и, к сожалению, при Такаеве сейчас во многом все экономические сферы, они монопольно разделены между правящими элитами олигархами и в результате экономика не работает, она не развивается. Если только вот убрать это все, то, что мешает развитию, более того, активно выводились деньги из страны в офшоры, через офшоры и так далее, и так далее, вот уметь вернуть эти деньги и проявить для этого нужна политическая воля. Политическая воля нужна, чтобы выдержать критику со всех сторон, потому что Такаев реагирует нервно, он говорит о том, что в стране политические реформы и якобы уже завершен этап реформ политических, на самом деле никаких реформ в стране по существу нет, потому что закон о митингов собраниях, он якобы уведомительный характер, на самом деле он по-прежнему разрешительный, власти дают разрешение. Опять же, Минюст решает свободу объединений, зарегистрировать партию или нет, и они, если люди независимы от власти, они не регистрируют такие партии, не дают регистрацию. И то же самое, а сейчас больше стало действительно свободы в плане свободы религии, меньше стало уголовных процессов над верующими, потому что раньше было такое давление, клише, что все арестовывали людей за то, что они просто писали в чатах, ватсапе или там в других чатах и обсуждали какие-то религиозные темы. За это могли посадить. Сейчас этого нет. Но насколько действительно Такаев укрепляет свою власть не опять пойдет по естественному протаренному авторитаризму пути, как и Назарбаев, создавая новый куб личности. Или же все-таки он проявит политическую волю. Но для того, чтобы он проявил эту политическую волю, нужно обращение к нации, обращение к гражданскому обществу, чтобы мы все пришли и помогли ему. И действительно началось естественной конкуренции в стране. Эдких обращений со стороны Такаева нет. То есть это говорит о том, что он ставку делает на чиновничий аппарат, на олигархов, бывшее окружение Назарбаева. И они прекрасно как перелили бюджет, так они будут продолжать это делать. Ну надеемся на перемены. Спасибо, что вышли с нами на связь. В Украине очень внимательно следят за Казахстаном, переживают, знают, что народ Казахстана поддерживает Украину. Мы очень любим Украину, мы очень любим вообще, чтобы не было этой войны грязной брата убийства. Я не знаю, сейчас это некорректно говорить, нет такого понятия. Но когда-то мы все были и чувство к Украине у нас у всех осталось, потому что все, кто был на Украине, все уважают и любят Украину. И хотим только одного, чтобы эта война быстрее закончилась и чтобы Украина вернула свои территории. Спасибо. И мы этого хотим. Спасибо большое. Это был правозащитник, исследователь, историк Галым Агелиов. Напишите под нашим интервью в комментариях, что вы думаете о нашем разговоре, что думаете о Казахстане и о том, как он развивается. Также делитесь этим видео и подписывайтесь на YouTube-канал Freedom. Меня зовут Сакен Аймурзаев. Берегите друг друга, берегите Украину. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин